Когда строилась, некому было воды подать. Свой небольшой, но добротный дом Анна Сергеевна построила сама. Говорит, думала он станет родовым гнездом, а он оказался камнем раздора. Из-за 44 квадратных метров родственники устроили бабушке настоящую травлю. А началась эта история еще в далеком 2000 году, когда Анна Сергеевна попала в больницу с инфарктом. По словам пожилой женщины, ее старшая дочь тогда буквально заставила ее написать дарственную на правнуков, подарить ему половину дома. Бабушка выздоровела, но в планы родственников это, видимо, не входило. Правнук стал настойчиво выгонять ее из родного дома. Скандалы, оскорбления, несколько лет ежедневной травли. И, наконец, бабушка не выдержала. Обратилась за помощью в Магнитогорскую общественную палату. Анна Сергеевна, здравствуйте. Добрый день. Юристы в помощи не отказали и начали процедуру обжалования договора дарения. Длилась тяжба два года, пока внук сам не ускорил процесс. В одном из приступов агрессии набросился на бабушку прямо на крыльце ее дома. Толкнул так, что женщина не смогла устоять на ногах. Я упала, я упала. Упала, ну давай меня, Геннадий Путин, на этом месте. И весь бок разбил меня, правый. Договор дарения после такого, естественно, был расторгнут. Произошло это в декабре 2015 года, и тут бабушку ждал новый удар. В то самое время, когда она в областном суде отстаивала свои права на дом здесь, в Магнитогорске, ее признали недееспособной, причем заочно. Ни иска, ни самого решения суда ответчица поначалу в глаза не видела. Из заявления о признании недееспособной указано, что бабушка лежит, ничего не говорит, ни с кем не общается, самостоятельно питаться не может, и решением суда бабушка признается недееспособной. Сама бабушка об этом ничего не знает, и только после того, как два месяца она не получила пенсию, она вновь обращается в общественную палату, мы запрашиваем документы и выясняем, что бабушка оказывается недееспособной, и у нее уже назначен опекун, ее родная дочь, которая получает за нее пенсию, и эту пенсию, естественно, бабушке не передает. Девять месяцев Анна Сергеевна жила без денег. Родственники даже отрезали ей телефон, единственную связь с миром. Принесут булку хлеба и пол-литра молока по тесе, не сдохнешь. Ну, а меня все знают, там займут, там займут, все давали и дают. К Новому году принесли упаковку пряников, устроили бабушке праздник. Правда, настолько они были жесткими, что Анна Сергеевна их есть не стала, увезла в отдел опеки. Лично для меня во всей этой истории главным является даже не материальный вопрос, а моральный. Две женщины решили сделать невыносимой жизнь собственной матери, лишить ее денег дома, при том, что каждая из них обеспечена жильем. Многие скажут, это вопрос воспитания. Наверное, да, слишком мягкой была Анна Сергеевна со своими дочерьми. Помогала им всегда, чем могла. За это и поплатилась. За дело бабушки вновь взялись юристы общественной палаты. Ознакомившись с документами, они были возмущены. Недееспособные признали бабушку, которая самостоятельно в свои 82 года топит баню, ведет большое хозяйство. Об этом говорят и все соседи. Огород большой, 12 соток у нее тут. Здесь у нее картошка росла, там тыква вот росла, капуста. Ну, сама потихонечку поливала, полола. Я же говорю, даже у нас такого нет чистоты, как у нее в огороде. Здесь вот баня у нее большая, хорошая, светлая. И более того, Анна Сергеевна сама убирает в доме, печет хлеб и заготавливает соленье на зиму. Человек, который сам помидоры солит, вот ее помидоры, капусту она уже насолилась со своего огорода. Вот она, капуста. Потихоньку, своими силами она все сама делала. Она плохо ходит, но это не мешает ей вести нормальный образ жизни. По городу бабушка передвигается на такси. А несколько лет назад она без сопровождения летала к сыну в гости в Петропавловск-Камчатский. На каком основании вынесено решение суда, непонятно. С апелляционной жалобой юристы обратились в Челябинский областной суд. Областной суд нашел столько нарушений закона. И даже сами судьи в судебном заседании, там три судьи, они были удивлены, что произошло. То есть, во-первых, суд не выезжал по месту жительства бабушки. Сама бабушка не принимала участия в заседании. Значит, ни на какую судебную экспертизу медицинскую бабушка не ходила. И, естественно, все те доводы, которые были написаны в заявлении, они просто опровергаются самим фактом нахождения бабушки в суде. Также в ходе заседания выяснилось, что решение суда, которое было вынесено якобы в присутствии прокурора, сам прокурор ничего не знает. Одно нарушение за другим. Мы столкнулись с ситуацией, когда вот, казалось бы, столько людей вовлечено, и, казалось бы, люди должны очевидные факты видеть, но только общественная палата смогла вот в данной конкретной ситуации помочь. Не обошлось, как всегда, без личного участия Валентина Федоровича Романова, который очень сильно переживал за эту ситуацию. Он лично отслеживал каждый этап. Мы это все доказали, и вот она уже перед Новым годом получила документы, что она дееспособная. Брали опекунов, она уже полноценная хозяйка, и на сегодняшний день она имеет все, что, как говорится, это все ее, ее руками выстроено, это ее дом. Комполь будем пить? Конечно. Но на этом история не закончилась. Пенсия бабушки не дает покоя ее детям. Месяц назад они подали в суд новое заявление. На этот раз требуют признать Анну Сергеевну ограниченно дееспособной. и просят назначить ей попечителя, который будет получать бабушкину пенсию. Анна Сергеевна настроена решительно. Говорит, свою состоятельность готова доказывать и дальше. И надеется, что в этот раз ее хотя бы о начале процесса известят. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин